В Беларуси дорожат проверенной временем дружбой с туркменским народом. Об этом сегодня заявил президент. В Ашхабаде у Александра Лукашенко состоялись переговоры с Гурбан Гулыбердой Мухамедовым. Убежденные сторонники мира стабильности и безопасности. Так отношения двух стран характеризуют сами главы государств. Отсутствие политических разногласий благоприятно сказывается на экономическом сотрудничестве. А оно прибавляет каждый год. Беларусь готова делиться опытом в самых разных сферах, подчеркнула Александра Лукашенко. Показателем всегда является товарооборот. То, что мы за последние годы буквально за пятилетку достигли 300 миллионов долларов товароуслуг оборота, это большие показатели. И мы потихоньку-потихоньку в этом плане прирастаем. Мы нашли развязку многим вопросам в торговле в это непростое время. Думаю, в этом направлении продвигаясь, мы еще немало сделаем и в Беларуси. И здесь, на Туркменской земле. Я хочу вас заверить, вы это знаете хорошо. Если мы что-то умеем, и вам это надо будет, начиная от обучения, мы с большим удовольствием можем поделиться этим опытом. Вы должны знать, что там, в центре Европы, у вас есть надежная опора и надежные друзья. Вы можете рассчитывать на Беларусь. Абсолютно уверен, что именно так будет поступать и руководство этой прекрасной земли во главе с его президентом, моим давнишним другом. Свидетельством высокого потенциала в сотрудничестве двух стран называют строительство Горлыкского горнообогатительного комбината. Знания и технологии белорусов позволили возвести в Туркменистане мощнейший объект по добыче калия стоимостью в миллиард долларов. Из проектов на перспективу, к примеру, логистические центры для поставок туркменских товаров в Европу, активизация международного транспортного сообщения и экспорт белорусских IT-технологий. Намерения скрепили подписями под 11 документами. Особенностью наших отношений является то, что мы не строим их на выдвижении друг друга каких-то предварительных условий. Мы сотрудничаем как друзья, как родные народы, которые долго жили в одном государстве. Большое внимание во время переговоров мы уделили повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества. И мы однозначно высказались за то, что потенциал у нас огромен. И тот уровень, который мы достигли сегодня, абсолютно не соответствует этому потенциалу. Что такое 300 миллионов для такой богатой страны, каковой является Туркменистан и страны, которая обладает высочайшими технологиями, востребованы здесь. В условиях мирового кризиса цифры, может быть и неплохие, но нам надо всячески наращивать взаимные поставки, оказывать услуги, в том числе и строительные, чтобы этот товарооборот был значительно выше. Состоявшиеся переговоры еще раз подтвердили. Наше государство является стратегическими партнерами. И мы приложим максимум усилий, чтобы двустороннее сотрудничество, которое у нас на довольно высоком уровне, процветало, развивалось и крепло. Как знак стратегического характера партнерства открытие комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане. На языке дипломатии присутствие на таком событии двух президентов говорит о многом. Александр Лукашенко выразил уверенность, что рожденные в обновленном посольстве инициативы найдут свое воплощение. Сегодня же Александр Лукашенко возложил венок монументу вечной славы мемориального комплекса «Народная память» в Ашхабаде.